Время конференции в Мексике Время конференции в Мексике После обеда у нас две конференции пересекаются Это интеракт и конференция встречи Международного общества по СПИДу Поэтому все больше тематика, связанная с АЭС, Международного общества по СПИДу, будет предлагаться вашему вниманию Эта сессия посвящена и подведению итогов научной конференции по СПИДу Которая состоялась 21-24 июля этого года в Мехико-Сити в Мексике И также в конце сессии мы тоже будем говорить о предстоящей конференции Эйдс 2020, конференция по СПИДу 2020 года, которая будет в Окленде и в Сан-Франциско в следующем году Итак, что касается подведения итогов научной конференции Эта сессия будет представлена несколькими докладчиками Со своей стороны хотел бы сказать, что помимо основной программы Для меня также было важно отметить и сайд-митинги, которые состоялись в рамках конференции Это была двухдневная встреча по ВИЧ и гепатитам накануне конференции Это был двухдневный комьюнити-форум Это была встреча по ВИЧ и туберкулезу, а также по подросткам и молодым людям И еще, я не все перечислил Что касается основной программы, то она состояла из четырех основных трек Таких блоков, что ли, больших Это конференция научная, так что основной, первый блок это был по basic science Как уже с терминологией мы, фундаментальная наука Второй блок по клинические исследования Третий блок по профилактике и профилактическим исследованиям И четвертый по социальным поведенческим и прикладным наукам Если мы implementation science переводим как прикладные науки На конференции со своей стороны хотел бы отметить несколько хайлайтов Ну, конечно же, основные все-таки это подтвержденные научными данными И результатами исследований Большая роль в лечении для схем с долотогравиром Это все-таки, если сравнить конференцию, которая была в 2018 году Как раз накануне вышли исследования по Ботсване, по-моему, может еще какой-то стране Которые ставили под вопрос использования долотогравира для женщин репродуктивного возраста Которые, в частности, планируют забеременеть Как бы за эти два года настолько было мощно проведено исследовательское исследование Что полностью этот вопрос снялся с повестки дня То есть на сегодняшний день долотогравир с 3TC является основной рекомендуемой схемой Которая основана на доказательной медицине Ну, помимо этого, был дан апдейт по клиническим исследованиям Gemini и Tango О них Стефан, я думаю, более подробно расскажет Для меня, человека, который работает больше в области профилактики и социальных исследований Конечно же, приоритет был в этой сфере моих личных интересов И, как никогда раньше, PREP был в центре внимания Множество было представлено результатов, базируясь и на опыте США, Северной Америки Также стран Латинской Америки И действительно, это работающая интервенция, которая заслуживает расширения Также очень важна была сессия по работе с потребителями инъекционных наркотиков К сожалению, эта тема не была в фокусе внимания Но символично, что вот как раз последняя или одна из последних сессий Которую как раз вел Мишель И в которой имел честь и я участвовать Как раз была посвящена этой теме И знаете, такое, как у Штирлица, да? Запоминается последняя фраза Так и мне, несмотря на то, что в смысле объемов тематика по работе с потребителями наркотиков Не так была масштабно представлена Но запомнилась еще и потому, что сравнивался опыт Мексики и Латинской Америки Ну, Мексики в основном И нашего региона Восточной Европы, Центральной Азии Кому-то это кажется слишком такие разные вещи Но на самом деле общего много Особенно с учетом транзишена Перехода с донорского на государственное финансирование Страны Латинской Америки раньше начали этот процесс И для многих уже и деньги наших основных доноров в нашем регионе И Глобального фонда, и ПЭПФАР уже недоступны И там как раз возникла кризисная ситуация при смене власти Когда новый президент Мексики фактически сказал Что мы будем работать с людьми напрямую И посредничество в виде неправительственных организаций вовсе не нужно Ну, где-то это такая популистская позиция Которая может нравиться людям Что мы там убираем посредников Снижаем административные косты Но на самом деле Кто будет работать с людьми Кто будет пиар Для пиар работы Кто будет аутрич работникам Это как раз и есть Люди, связанные с гражданским обществом С неправительственными организациями Поэтому где-то важно было слышать о кризисной ситуации И как она решается Вот, ну, еще один такой акцент хотел бы я сделать Это на работе с молодыми участниками конференции Создана фактически при АЭС International Aid Society Международном обществе по СПИДу Группа такая из молодежных, молодых лидеров Там до 25 лет, по-моему Которые действительно являются Ну, вот такими драйверами или мостиками Между таким более уже зрелым научным сообществом И молодыми людьми, среди которых риск инфицирования высок, а где-то и продолжает расти Поэтому эта инициатива тоже важная И мы как раз обсуждали Несколько часов назад Как важно и в научном сообществе Также стимулировать вовлечение более молодых ученых И конференция — это прекрасная возможность Когда я буду тоже говорить о следующей конференции Я более подробно остановлюсь на программах И стипендий И планов по вовлечению молодых исследователей Что касается более детальной презентации Как я сказал по вот этим четырем трекам У нас есть тоже содокладчики И, наверное, перейдем с учетом времени тоже И Стефан А ко мне тогда, если есть вопросы Я тоже буду рад ответить Либо сейчас, либо уже после общей презентации Наверное, это будет более логично Спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok